Так, всем привет, доброе утро, чуть-чуть мы запизднились, такое слово на украинском языке, а что запизднились, запизднились, это задержались, да. Всем доброе утро, доброе предновогоднее утро. Лиля Берон, ну почему, мы живем по календарю, я здесь кстати вообще, ну то есть абсолютно заканчивается календарный год. Все весь год получали зарплату по календарному году, месяцы считали по календарному году, то есть все, теперь по календарному году он заканчивается, начинается новый календарный год. И как бы вот этот вот переход, там система налогообложения, вот там я с одной перехожу на другую и так далее, то есть удобно подводить итоги, ничего плохого нету, то есть подвели итоги, витаю, витаю, Наталья Зиняк, здравствуйте, Вера Перлина, доброе утро, все, всем доброе утро. Завтра, кстати, я не смогу вести занятия, завтра улетаю, Алекс, подделка, шалом, сможешь? Этан, Этан проведет замечательное занятие по перке, вот. Послезавтра я постараюсь опять включиться и мы учим Тору без перерыва. Нон-стоп, должно же в жизни быть что-то не меняющееся, постоянное такое, вот, именно стержень жизни, стержень жизни должен быть, и если этот стержень жизни, он привязан к чему-то внешнему, тогда он все время будет качаться. Если у тебя стержень жизни привязан к Торе, он качаться не будет, то есть у тебя Бог, он не качается, Тора не качается, это такая тысячелетняя система духовная, да, и ты в ней, когда живешь, что у тебя есть стабильность хоть какая-то, не хоть какая-то, а настоящая стабильность, такая прям реальнейшая стабильная стабильность, только если ты живешь в концепции Тора, а если так и называется, ляхзорбетшува, вернуться к возвращению, то есть ты уже возвращаешься к источнику, к источнику, к корню, а когда человек уходит из Торы, да, то есть есть люди, которые, ну вот они, ну начинают там отпадать, например, да, не дай Бог, так что, как про таких говорят, ляхзор ли шейла, вернуться к вопросу, то есть они вернулись к вопросу, для них все становится такое мыльное, как, а может так, а может, а может, а может, а зачем все это, незачем, все. А мы люди простые, прямые, четкие, конкретные пацаны, да, четкие, конкретные пацаны, идем по Торе, у нас есть учитель, царь Соломон, между прочим, мудрейший из людей, царь, который сконцентрировал мудрость, представьте, насколько он был мудрый, что уже 2800 лет для всех религиозных концепций, да, то есть для мусульманства, царь Сулейман, это символ мудрости, для христиан, царь Соломон, символ мудрости, ну и естественно, что Тора, откуда он, как бы, это наш царь, это царь из Торы, царь Соломон, мудрейший из людей, построил первый храм, то есть он построил первое такое вот место, да, где были 10 явных чудес, постоянно были, представляете, в первом храме, когда он его построил, есть смешная операция, вот что, в первом храме постоянно, нон-стоп были 10 чудес, то есть человек туда, когда попадал, люди приезжали со всего мира посмотреть, и они понимали, что вот это вот как раз есть вот это вот соединение духовного пространства и материального, и были постоянные чудеса, то есть там, например, столб дыма от жертвенника стоял при любом ветре, там ветер не ветер, а столб дыма поднимался прямо, такая, жух, уходит дым в небо, такая прямая полоска, представьте, что ветер вокруг, дождь, буря, нет, а вот такая идет полоска дыма от жертвенника, где жертвоприношение приносили, как тут не поверить после этого? Хорошо, мы находимся в 4 отрывок 22 главы, 4 отрывок 22 главы Мишли, и, значит, в первых отрывках нас научили, что лучше имя хорошее, чем большое богатство, и чем серебро и золото приятность в глазах людей, это нас научили, второе, нас научили, что Ашир, Вираж, бедный, богатый и бедный встретились, делает все Бог, всех делает Бог, и, то есть, Бог ведет миром, идут процессы, то богатый, то бедный, в принципе, это все, это внешняя канва, которая вся все равно направлена на служение Богу, на свят человека с Богом. Теперь третье, нас научили, что в третьем отрывке, что хитрый человек, он видит зло, и он от него прячется, то есть, хитрость, это хорошее качество ума, просчитывать последствия. А наивные, они переступают и наказываются, и, в принципе, это тоже неплохо, потому что, когда наивный наказывается, у него есть шанс проснуться и, как бы, ударившись головой по стену, понять, что он не туда шел, а если бы он не ударялся, то тогда у него не было бы шанса. Но наивный у него мозгов не хватает проанализировать, а умный, хитрый этот, он даже глядя на наивного, которого сбила, там, не дай бог, машина, да, он шел, и наивного сбила машина на красный свет, а хитрый подумал, вот, надо на красный свет не ходить, надо сделать выводы, а наивный не сделает выводы. Понятно, да? Теперь четвертый отрывок, очень, он нас переводит совершенно в другую плоскость, он прямо выносит нас из вот этой вот, ну, как бы, наивный, хитрый, он нас выносит в совершенно плоскость, ну, другой уровень, профессионализм. Это знаете, как, если бы, например, вот шел разговор про каких-то физкультурников, там, дворовых, да, и тут друг Бак заходит Усама Болт, мировой рекордсмен в беде на 100 метров, и совершенно, ну, совершенно другой, как бы, уровень. Вот здесь сейчас нас в четвертом отрывке переводит царь Шламон на другой уровень вообще восприятия. Значит, четвертый отрывок такой. Эков анава вследствие, следствием анавы, анава это, сейчас мы разберемся, что такое анава, потому что анав это переводится слово скромный, но вот есть другое слово скромный, цануа, а что такое анав, мы сейчас узнаем. Анав это Бог назвал Маше Рабейну, Моисея, он сказал, что Маше, анав Миколь Адам, он самый скромный из всех людей. Вот это вот, так вот, следствием вот этого качества анава скромность, но это не совсем скромность, как принято понимать, сейчас мы разберемся, что за это анава. Следствие скромности и раташем, страх перед Богом, тоже мы сейчас разберемся, что за страх перед Богом, и почему он идет следствием скромности. Но дальше идут совершенно неожиданные последствия вот этого страха перед Богом, ошер, богатство, кавод, почет и хаим и жизнь, то есть как бы включается такая вещь, вначале идет скромность и следствием ее является ирата шем, страх перед Богом, а следствием его является богатство, почет и жизнь. Как это связано все эти, получается, четыре вещи, да, скромность, страх перед Богом, богатство, почет, жизнь. И почему они идут именно в таком порядке? Значит, у каждого человека, каждый человек живет в своем мини-мире, в котором каждый человек является создателем и творцом того мира, в котором он живет. То есть у каждого из нас в голове есть некая модель мира, которая складывалась вот с момента рождения, нам давали какие-то пазлы, какие-то нам давали, показывали разные штуки. Кто-то, например, посмотрит на осла, да, и сразу увидит там, если он специалист в ослах, например, да, то он видит в этом осле там всю, всю, ну я не знаю, что он видит, я в ослах не специалист, я вообще ничего не увижу. Я осла от ослицы не отличаю, я осла видел, может, один раз в жизни, да. Но есть какой-то специалист в ослах, который прямо увидев осла, у него откроется этот осел вообще там в миллион значений, да. Почему? Потому что он потратил год на изучение всех видов ослов, ну, к примеру. То есть у каждого человека складывается его модель мира из тех отрывков информации, которые ему показали в течение его жизни, объяснили, рассказали, объяснили значения. И вот у человека в голове сложилась какая-то модель мира, в которую он верит. Дальше человек все время эту модель мира, он ее все время складывает, 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 интерпретируя все, что он видит, исходя из вот этой вот модели мира, которая у него есть. Получается, что каждый творец создатель своего мира. Создатель, хозяин и так далее. Теперь, если человек говорит, есть только моя модель мира, то есть я сказал, что там Киевская Динамо чемпион, и все, и мне никакие, я убью всех, кто говорит, что Реал чемпион, что там Барселона какая-нибудь чемпион, Шахтер чемпион. Он говорит, есть только моя модель мира. Этот человек, он называется, это качество называется Гава, гордость, где он наделил себя и свою модель мира самыми крутыми качествами, и он утверждает, что он и есть хозяин мира. И мало этого, он всех остальных вытесняет из этого мира вплоть до физического уничтожения. То есть есть люди, которые установив, что, например, коммунисты молодцы, а капиталисты не молодцы, постановили следующим шагом капиталистов убить. То есть потому, что они не молодцы, по моей системе координат, по коммунистической, да, ну и так далее. То есть когда человек свою модель мира, не понимая, что это не более, чем его модель мира, объявляет самой крутой, и особенно если он вытесняет из своей модели мира Бога, то есть, а гордец написано, там, где есть гордец, там нет Бога, потому что он как бы гордец. Вот гордость ведет, например, если взять скромность, сейчас мы разберемся, что такое скромность, что гордость, но гордость, если должно быть, как я сказал, она ведет сразу к раздражению, к гневу, к возмущению, что к боли, когда все не так. То есть гордость – это очень такое плохое качество. Теперь обратное этому качество – это анова, когда человек убирается, то есть он осознает, что моя модель мира – это не более, чем модель мира. Что есть Бог-создатель мира, который вообще создал мироздание, и он хозяин в мире. Что есть другие люди, которые тоже, в них есть божественный дух, и для меня лично, они являются посланцами божественного света. То есть, если человек так их воспринимает, да, как царь Давид говорил, что кто такой хахам, кто такой мудрец, а лумет Миколь Адам, тот, кто учится у каждого человека. И он говорил, царь Давид, что «миколь меланда искальте», что «от каждого, кто меня поучал, я чему-то умудрился». Ти эдутеха сихали, потому что твое свидетельство, это он Богу говорил, что это через них твое свидетельство говорило со мной, сихали. То есть, это была твоя беседа со мной. То есть, он видел беседу Бога с собой через любого человека, с которым он встречался. То есть его картина мира была такая, что я, это не более чем воспринимающая схема некая, да, вообще, кто такой я? Вот это вот картинки и названия, которые вложили в человека, знаете, имя человека, это что? Это ярлык, который на него повесили, чтобы как ручка дверная, чтобы было удобно его включать, да, то есть ребенку говорят, смотри, тебя зовут Сережа, когда тебе будут говорить Сережа, ты должен отозваться, понял? Понял. Теперь, если его хотят сделать воспитанным ребенком, ему говорят, слушай, Сережа, Сережа, он такой, включается, да, его вначале приучают, что его зовут Сережа, включается, не включается, включается на Сережу, дальше ему говорят, Сережа, ты должен быть послужным мальчиком, тебе сказали сидеть, сиди, сказали стоять, стоять, понял, понял, давай проверим, Сережа, встань, Сережа, сядь, Сережа, там, покушай, не хочу, Сережа, никого не волнует в этом мире, что ты хочешь и что не хочешь. И потом Сережа, когда он вырос, он стал таким же, только он других, своих детей он программирует, заставляет, включает в свою систему мира. И если Сережа думает, что его система мира правильная, то он ошибается, у него просто это набор идей. Если Сережа думает, что вообще есть Сережа, он тоже ошибается, потому что Сережа это тоже набор идей. Это не те ярлык, он придумал, привык о себе думать, как о Сереже. Ну, это как бы просто звук, которым его, ну, как сказать, запрограммировали в детстве. Понятно, да, идея? Теперь Анаф, он это все понимает, и он говорит, как есть в Талмуде, разбирается, кто был скромнее. Ну, вообще, как эта штука работает. Так, про царя Давида говорят, царь Давид был очень скромный. Он говорил про себя, ми они, он говорил, кто я, говорит? Я, говорит, червяк и не человек. Так, царь Давид, который победил все вокруг там страны, у него были 400 богатырей, которые там спецназ такой сносили все на своем пути. Царь Давид, который на тот мир вообще захватил, ну, на тот момент все захватил, да? И, значит, он про себя говорил, кто я, говорит? Я червяк, а не человек вообще. То есть, он понимал, что вот это вот я, это такая виртуальная реальность, которой нет. Теперь Талмуд говорит, нет, Авраам Вину, Авраам был скромнее чем он. Авраам это человек, который в печке прошел. Его все народы, куда заходил Авраам, все говорили, что он царь, человек Божий, то есть, он реально был очень мощный. Так, он про себя говорил. Он вообще не говорил, кто я, он говорил, как о предмете, что я, он говорит, что я. Афар Ваэфер, он говорит, я, говорит, прах и пепел. Прах и пепел, то есть, что я вообще, да? Это в Пертея вот написано, есть третья глава, там, Акавиа бен Мяалалель, он говорил, посмотри на три вещи, и ты никогда не согрешишь. Знай, он говорит, Маенбата, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты будешь держать Динвахишбон, перед тем ты потом будешь отвечать. Откуда ты пришел, Митипа Струха, из капли смердячь, он говорит, ты кто вообще, что ты задаешься, вспомни, откуда ты пришел. Из капель-те семени, ну, понятно, да, о чем я говорю. То есть, ты был вообще сперматозоном каким-то, который непонятно, откуда вылез вообще, и куда залез, да? И откуда потом опять вылез, да? Это, это Мишна Пертея вот. Ляна Таулех, куда ты идешь? Ты идешь в Мадилу, яма 2 на полметра, полтора метра глубиной, лимаком, афар и римав и тла, вместо праха, гниения и пепла. А третья вещь, он говорит, перед тем ты будешь держать Динвахишбон, перед тем ты будешь отвечать, перед царем царей, перед богом. То есть, тут он, как бы, человека сразу поднимает на другую величину. Он говорит, то, что ты в этом мире, ты ниоткуда пришел и никуда идешь. То есть, вся материальность, она, ну, это гниение, прах и так далее. Но, твоя сущность, твоя душа, она потом встанет перед богом. Богом, и ты будешь потом перед ним отвечать, как ты прожил эту жизнь. Понятно, да? То есть, и вот оно, вот это качество, это осознание того, кто, ну, то, что мы привыкли называть собой, я, мое, там, мое, я сказал на самом деле, я хочу и так и будет. Все это вообще ничто, вообще пыль. А Талмуд говорит дальше. Но Авраам Авину, который был прах и пепел, который себя называл, что я, прах и пепел, он был еще на уровне, у него, кстати, было чуть-чуть гордости, да? Потому что Машер Абейну, Машер Абейну, когда к нему люди пришли и говорят, куда ты нас вывел? А он говорит, а кто мы? Он говорит, нас вообще нету. Меня, говорит, нету. Пришли люди ему к Арону, говорят, там, с какими-то претензиями. Он говорит, а нас нету. Вы нахнума, нету нас. Он говорит, кому вы претензии даете вообще? Я просто передатчик от Бога, передаю вам, что Бог сказал. Какой я, Машер, где я вообще? Меня нету. И вот это вот качество называется Анова. Про него Бог сказал, что он самый скромный из всех людей. У него не было эго. То есть он видел, что и он, и все люди вокруг, и даже маленький муравей, и даже там, даже милиционер. Все это все равно отражение Божественного Света. И он так это и видел. Он эту реальность, включая себя в ней, видел как отражение Божественного Света. И тогда Бог сказал, о, так как ты, действительно, тебя нету, то есть нет вот твоего я. Через тебя я передам Тору, потому что ты не исказишь. У тебя нет никаких личных интересов, у тебя нет никаких взглядов на жизнь твоих, да? Таких устойчивых. То есть я через тебя, как через прозрачное стекло. Так Машер Абен, он был, написано, что он был самый великий из пророков, потому что он был как прозрачное стекло, которое, пропуская Божественный Свет, его вообще не искажало. И вот у него не было его вот этого эго. Так теперь говорит нам царь Шломо, который разобрался, как эта штука работает, мудрейший из людей. Он нам лично, вот каждому из нас, и Машеками Сараку, в том числе, и Аврааму, и Сраилю Колотову, он дает совет, конкретно как этим пользоваться. Мишля, это конкретные советы для действий. Он говорит, вследствие Ановы, если ты осознаешь, что тебя нет, то ты уберешь свои «я хочу», «я знаю», «я то», и ты присоединишься к Богу. Шулхана Рух, сборник законов, начинается с того, что есть правило. Представляя Бога перед собой всегда. С этого начинается Шулхана Рух, то есть, когда ты понимаешь, что все это Божественный Свет, и что ты отражение этого Света, и весь мир, и ты понимаешь, что нет никого, кроме Бога. А в этот момент у тебя появляется ират Ашем, ират это страх перед Богом, но это больше как трепет. То есть, ты реально присоединяешься к вот этому источнику мироздания. Ты понимаешь, что ты в этот момент, когда ты осознал вот это вот присоединение, ты становишься с ним в одной команде. То есть, ты как бы его отражение в этом мире. И когда ты это осознаешь, тебя впирает конкретно. Ты понимаешь, что нет никого, кроме Бога, а я его отражение. Нечего бояться, нет смерти, нет, ну, нечего бояться, да. Он был со мной, есть со мной, будет со мной. И, ну, то есть, вот эти все страхи, это эго. Это выдуманные, вот это эго, оно постоянно боится. То есть, оно, это картина мира, которая виртуальная, да, будущего же никто не знает. Но эго, оно все время втрепить. А вдруг будет плохо, а вдруг будет то, а вдруг будет то. То есть, этот вот виртуальный мир, он живет своей жизнью. И как только человек осознает это и соединяется, а ановая, это как бы убирание, выключение вот этого вот всего. Ну, то есть, осознание виртуальности этой мыслительной деятельности. В этот момент рубильник выключается, и человек вдруг осознает, видит мир в реальности, что это божественное проявление, и оно в нем есть. И дальше тогда, чем ему заниматься дальше в реальном мире? Он же потом все равно рубильник должен включить. Раз он в этом мире, значит, Бог-то хочет. Значит, и дальше нам подсказывает пертьявод, подсказывает так. Осе рецуно, кирецунеха, делай его волю, как свою. Гдэйшу ясе рецунеха кирецуно, чтобы он сделал твою волю, как его. Значит, все, человек включается тогда, дальше идет шоу ханорух, он включается выполнять волю Бога. Есть законы. И Бог сказал, вот компьютерная игра, так делай, а так не делай. Вот повелевающие заповеди, вот запрещающие заповеди, давай. И когда ты его волю сделал, как свою, с ним вошел в резонанс, он делает твою волю, как его. А у человека все равно остается желание. Ошер, богатство и почет, это заложено в эго, как программы, которые есть в каждом. Но когда ты своей целью ставишь проявление божественной воли, тогда Бог тебе дает все ресурсы, чтобы ты, то есть он начинает твои желания выполнять как свои. Но в начале, на первом месте, у тебя должны быть его желания вместо твоих. То есть, когда ты идешь по пути Бога, тогда Бог тебе дает все ресурсы. Когда ты не идешь по пути Бога, когда ты сам, не, я сам должен, я сейчас сам себе все придумаю, я должен себя перестраховать, я должен то, то. Ничего не получится. То есть, вся энергия уходит в холостую и все. Вот. И поэтому, вследствие, если ты поймешь вот эту вот анову, убрать свое эго, тогда у тебя появляется, сразу тебе открывается трепет перед Богом. То есть, ты сразу осознаешь свою божественную природу и вообще, как вся система работает. И следствие тебе дается тогда в этот жизненный путь, который ты проходишь, тебе дается ошер, богатство, кого-то, почет и хаим, жизнь в этом мире и жизнь в мире грядущем. Все. Значит, это я вчера там встречал за вечером с одним человеком, и мы встретились в гостинице, такая пятизвездочная гостиница, и, значит, там сидят люди и строили им такие, хилонимные, ну, нерелигиозные. А даже они нерелигиозные, но у них все споры о том, надо ли соблюдать или не надо соблюдать. Все равно они сидят между собой, спорят о том, один такой он антирелигиозный, и он им все продвигал идею, таасухаим, таасухаим, делайте жизнь, живите, типа, отдыхайте, делайте что хотите, давайте выпьем, давайте. И сидят, курят, убивают себя, бухают, убивают себя. И он продвигает идею таасухаим. А одна женщина говорит, вы знаете, говорит, ну, там была одна женщина, израильтянка, она говорит, без Торы невозможно детей воспитать, они детей становятся. То есть евреи особенно, у евреев внутри все равно есть вот эта особенная связь с Богом, вот эта вот, то есть Бог как бы, он проявляется в этом мире, он соединился с еврейским народом, народ Израиля. И идет вот эта вот творческая энергия, эта сила, она есть. Если ее не замкнуть в рамки Торы, она разрушает человека, разрушает мир. То есть реально, поэтому евреев там и боятся, и не любят во всем мире, да, потому что они заходят, правил нет, ограничений нет. То есть там, ну и что наука, плевать хотели, там 25% Нобелевских лауреатов, они евреи. Почему? Они плевать хотели на правила науки, которые были до них, они их выучили быстренько. Они говорят, а сейчас я все, я ломаю, открываю новое, потому что старое меня не устраивает. То есть поэтому они идут как эти, потому что их не устраивают правила. И поэтому большинство евреев, к сожалению, пытаются и сбросить правила Бога, и поэтому каждый раз идет раздача. А остаются только самые стойкие. Все, значит, и нам объяснили сейчас, как получить в этой жизни все, что нужно. Настоящую жизнь, включая жизнь вечную, как вследствие скромности, страх перед Богом, потом идет богатство, почет и жизнь. И последний на сегодня отрывок, шестой, а это, сейчас, четвертый мы изучили. Это только четвертый, один отрывок мы прошли, а времени уже ушло, что-то я сегодня затянуло. Он меня очень сильно вдохновил, вот это. Тогда, коротенький, коротенький, тогда пятый отрывок, написано циним, циним, выпахим, бедерах и кэш. Шумер навшо, ирхак меем. Значит, циним это холод, пахим это угли, и на пути, на пути кривом, то есть дословно переводится. Холод и угли на пути кривом. Шумер навшо, тот, кто сохраняет свою душу, ирхак меем, он отдалится от них. Значит, здесь нам царь Соломон говорит, но, говорит, он продвигает эту идею, весь эклезиаст, весь каэлет, он продвигает эту идею, весь Мишли. Идея называется золотая середина. Он говорит, смотри, крайности, вот, например, если мы возьмем богатство, да, кака у него был подход у царя Шломо? Он говорил так, раш вошер, бедность и богатство, Богу он говорил, не давай мне, не хочу ни то, ни другое. И трефени лэхэм хути, накорми меня законным хлебом. Хочу просто законную, хорошую зарплату, по закону платить себе налоги, и все. Не надо мне ни понтов, как один из актеров американских. Он говорил, люди живут для того, то есть, они работают, отдают себя в рабство, чтобы покупать ненужные им вещи, чтобы произвести впечатление на людей, которые им тоже не важны. И так проходит вся их жизнь, то есть, в пустоте. Понты, вот это, ну, непонятно зачем, да? Теперь, значит, царь Соломоном все время продвигал вот эту идею, спокойная, прямой путь, золотая середина. Поэтому он говорит, он, это метафора, да, притча, это как примеры метафоры. Сильный холод и жар, они обе эти крайности убивают. То есть, через какое-то время они убивают. А что нужно? И они есть на кривых путях. То есть, человек, который идет кривыми путями, он постоянно бьется об углы и постоянно его, ну, что-то его колбасит. Он говорит, нет, иди спокойно, ровненько, да? То есть, иди ровненько, отдаляйся от любых крайностей. Вот это то, что нас учил он. И даже он говорил, царь Соломон, не будь слишком садиком. В Куэлите он говорил, не будь слишком садиком, не будь слишком злодеем. Он говорит, потому что, когда ты гонишься за крайностями, это самый опасный путь. Иди ровненько, спокойненько, но нужно идти ровненько, спокойненько по правильному пути. То есть, я для себя нашел правильный путь, это Тора. В Торе конкретно, это притчи царя Соломона, Куэлит. Это прямо такой, прям ровный, понятный путь. И я всем желаю, чтобы мы по нему пошли по этому пути. Не ломились ни в какие стороны. Если куда и ломиться, то в духовный рост. Но тоже не надо ломиться. То есть, не прыгать через ступеньки. Спокойненько, по чуть-чуть, ровненько. И, значит, 120 лет в этом мире и вечность в мире грядущем. Все. Удачи, успехов всем. И хорошего дня. Все. Пишите, пожалуйста, свои выводы. Без выводов ничего не запоминается. Нужны выводы. Нужны выводы. Все, друзья. Вот напишите свои выводы. Все. Оксана Павликова Якова поддерживает. Яков Малышев. Это вы Шатанина фанатка? Типа вы говорите, что Якова поддерживает. Что типа ЭЦХ, хватит выступать. Давай Якова. Все. Ну, давайте. Пока. Удачи, успехов. Счастливо. Это как... Ну, все. Давайте. Пишите выводы. Не хочу вас сбивать. Все. Счастливо. Счастливо. Пишите выводов.